Где высоко стоит наука, высоко стоит человек. Александр Полежаев. Гипотезы и подтвержденные истины. Советы и прогнозы. Взгляд на происходящее с научной точки зрения в программе «Что говорят ученые». «Что говорят ученые» для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, друзья. У микрофона Игорь Китаев. Зачем учить математику? Для многих людей этот опрос просто не стоит. Они любят математику. Это для них как гимнастика для ума. А есть такие, которые со школы и в институте не любят математику, но не дается она им и все. Вдохновляющим примером в этом плане являются успехи российских школьников, которые все последние годы занимают лидирующие места на международных математических олимпиадах. Вот как недавно в Узбекистане в городе Фергана завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль. Об изучении математики, ее полезности, зачем она нужна и где применяется, поговорим в этом выпуске. Для справки. Роль математики в современном мире постоянно растет. Она неразрывно связана с научно-техническим прогрессом. Точность нужна при проектировании популярных гаджетов, автомобилей, самолетов. Высшая математика используется для прогнозирования погоды, при разработке искусственного интеллекта, систем шифрования данных. С помощью «Царицы наук» производители анализируют большие данные о поведении миллионов людей. На основе этого разрабатываются новые товары, которые будут пользоваться повышенным спросом. Машинное обучение на основе математики лежит в основе работы поисковых алгоритмов. Большинство крупных сайтов в той или иной степени используют технологии, базирующиеся на математическом анализе. Говорить на эту тему будем с нашей гостьей в студии Юлия Сергеевна Пашкова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мат-анализа физико-технического института КФУ. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Полезно ли каждый день решать какие-то математические задачи, примеры? Вот, например, если я регулярно решаю какие-то задачи, может ли у меня от этого открыться какие-то другие способности? Скажем, я стану более совершенным оратором, потому что развитие одних участков мозга неизбежно подстёгивает и другие. Ну, конечно, безусловно. Ещё Ломоносов говорил, что математику уж затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Серьёзно? Да. Именно это и лежит в основе изучения математики. То есть, чем больше мы решаем различных задачек, тем больше нам хочется решать такие задачки, тем на большие моменты в жизни мы смотрим как на интересную задачу. Поэтому покупаем с канави и каждый день по два-три примера решаем. Не обязательно с канави. Есть много других источников, которые позволяют ознакомиться с современными, интересными задачками, весёлыми. Ну, а как вы оцениваете преподавание математики в современных школах и вузах? Оно на должном уровне? Ну, говорить о школах и вузах вообще очень сложно. Действительно, математики испытывают некоторые сложности, потому что математика – специфический предмет, безусловно. И в первую очередь педагог, который преподает математику, должен уметь заинтересовать ребёнка. Будет интерес, будет успех. Нет неталантливых детей. Все дети талантливы, все дети одарены. И если на раннем этапе, на ранней стадии начинать с ними решать интересные задачи, заинтересовать их, увлечь, то, безусловно, в результате будет очень хорошо. Сейчас не всегда это удаётся, безусловно. Выпускники Крыма редко бывают конкретно способны. У нас не очень высокий балл у выпускников, к сожалению. Но при этом есть дети, которые стремятся изучить. И поступая к нам в вуз, они в состоянии выровняться и стать хорошим педагогом, например, в будущем. Ну, а всё-таки, если кому-то математика не даётся, ну, аж никак. Как вы думаете, это вопрос таланта, врождённого дарования или всё-таки любого человека можно обучить математике, просто нужно к каждому найти подход? Вот дайте какие-нибудь советы, как хорошо поднатореть в математике, в том случае, если вдруг нет успехов в школе или в институте в этом направлении. Ну, если в школе или... Если в институте, наверное, уже чуть-чуть поздновато, но если в школе нет успехов, то, возможно, стоит обратиться к альтернативным моментам, таким как ментальная арифметика. Возможно, это заинтересует. Очень много гуманитариев этим занимаются. Сейчас на детских развивашках как раз есть ментальная арифметика. Да, да, да. Всякие такие развивашки, они позволяют развить голову очень хорошо, и в дальнейшем это помогает и учить математику. У человека взгляд меняется на жизнь. Есть интересные ролики типа математических этюдов, которые позволяют познакомиться с математикой с неформальной точки зрения. И тогда взгляд на ту же площадь поверхности, на объём тел становится совсем другим, когда это показано в виде небольшого ролика, мультика. Ваши личные успехи как преподавателя. Есть ли люди, ваши выпускники, которые добились каких-то серьёзных успехов, должностей именно благодаря применению математики и в контексте математики? Ну, понимаете, если говорить о преподавании в ВУЗе, то, безусловно, это работа всего факультета и всех преподавателей. Безусловно, наши выпускники очень разные. Есть выпускники, которые работают в направлении программирования, в направлении искусственного интеллекта на очень высоких должностях, не только у нас в стране. Есть выпускники, которые ушли в банковскую сферу. Она тесно связана с математикой. Без математического образования очень трудно оценить процессы, которые происходят на рынке ценных бумаг. И есть в том числе и руководители банков, и очень хорошие программисты. Такие есть у нас среди выпускников нашего факультета. Ну, в банках система безопасности, шифрование данных и прочее. Это же всё криптография, математика выше в чистом виде. И это тоже, да. Я уверен, что нас сейчас слушают люди, которые и правда любят математику, может быть, даже имеют соответствующее образование. Давайте их направим в какое-то полезное, ценное русло. Есть так называемые открытые математические проблемы, нерешённые математические задачи, над которыми человечество бьётся уже, может быть, даже сотни лет. Как вы думаете, в каких направлениях можно преуспеть, если сейчас начать прикладывать усилия? Да, безусловно, есть исторические проблемы, над которыми человечество бьётся много лет. Где возможен быстрый успех? Да, но там быстрый успех. Если человечество бьётся столько лет, вряд ли там возможен быстрый успех. Но быстрый успех возможен, тем не менее, сейчас в таких направлениях, как визуализация данных, как инжиниринг разных процессов, как виртуальная реальность. То есть в таких вот скорее не научных, а прикладных вопросах, это скорее технологии, чем наука, быстрый успех возможен. Но для того, чтобы работала голова, всё-таки надо идти от науки, и чтобы дальнейшее развитие могло быть. Очень много интересных задач исторических, которые решены, но которые стоит порешать. Такие задачки тоже есть. Для себя лично каждый человек может открыть такое очень современное направление, как теория графов. Квантовые графы, на них основано всё. Вся современная техника основана на квантовых графах. Однако совершенный посторонний человек, не знающий, что это такое, может открыть для себя это направление, решая, например, задачу о Кенигсбергских мостах, или рисуя домики, если вы помните, когда-то рисовали домики, не отрывая руки от бумаги. Почему такой домик нарисовать можно, а такой домик нарисовать нельзя? Да, действительно загадочно. Да, и таких задачек очень много. Юлия Сергеевна, завершается постепенно время нашей программы, но у нас остаётся несколько минут для рубрики под названием «Блиц». Это пять коротких вопросов, на которые требуются короткие ответы. Поехали. Вопрос первый. Знаменитый спор Ньютона и Лейбница, из-за которого произошла их ссора. Кто же изобрёл математический анализ? На чьи вы старания? Ньютон или его немецкий коллега? Для меня всё-таки Лейбница. Да, почему? Он был первым. А Ньютон позже просто опубликовал свои работы. Вопрос второй. Считаете ли вы лично красивыми те картины или архитектурное сооружение или скульптуры, основанное на золотом сечении? Лично мне кажется, да. Хотя я не думаю. Мне кажется, что это красиво с точки зрения реализации мысли. То есть, может быть, дело и не в золотом сечении, просто художник красиво нарисовал. Да. А то, что он там дополнительно… А то, что он об этом думал, это уже ценно. Понятно. Третий вопрос. Нобелевская премия математикам, к сожалению, не вручается, но математикам вручается Абелевская премия и попроще, подешевле – Филсовская. Уровень образования, который получают математики в Крыму, достаточен ли для того, чтобы решать сложные задачи, проблемы и претендовать на Абелевскую премию? Сложные задачи, и проблемы мы решать можем. А претендовать на премию – над этим будем работать. Четвертый вопрос. Ваш любимый математик за всю историю веков существования математики? Леонард Эйлер. Что он сделал, чем прославился? Наверное, все знают число Е, да? Так. Это число Эйлера. Начнем отсюда. Хорошо. Это число Эйлера. На нем основано, да. И финальный вопрос. Нумерология. Как, по вашему мнению, это лженаука? Или в ней есть какой-то определенный смысл? Узнать дату рождения, разложить на числа, сложить эти числа? Или имя, буквы трансформировать в числа? Тоже поскладывать их каким-то образом? И получить представление о судьбе человека, о характере, о его будущем? Это лженаука? Шарлатанство? Вы себе представляете, сколько математических задач, элементарных, но интересных, при этом мы будем решать. Конечно, это наука. Но только смысла в трактовке, наверное, никакого нет. Но практически какой-то смысл может быть в плане разминки для ума. Ну что ж, большое спасибо за это интересное интервью. Хорошая беседа. С нами была Юлия Сергеевна Пашкова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры матанализа, физико-технического института КФУ. Друзья, до новых встреч. Научный взгляд на насущные проблемы. Каждый вторник в программе «Что говорят ученые». Что происходит, такое суда? Не единственное. КАНДА 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 КАНДА